В Днепропетровской области родители подали в суд на школу. Считают, что деньги с них собирают незаконно и отказались платить взносы в школьный фонд. Подробнее в нашем следующем материале. Скандал со школьными взносами разгорелся в Криворожской школе номер 89. Там в четвертом классе учится дочь Виталия Фурманюка. Его сразу после возвращения с войны на Донбассе избрали председателем родительского комитета. Первым делом Виталий стал разбираться, на что тратят деньги, которые собираются родители на нужды школы. Подсчитал, с почти 500 учащихся в год собирается до 13 тысяч гривен. Виталий пришел к руководству школы с вопросами, сколько собрали, на что именно и куда потратили. Говорит, его любопытство не понравилось дирекции и ему тут же нашли замену. Главу родительского комитета срочно переизбрали. Деньги фонд школы Виталий платить отказался. Не видно работы, скажем так. Потому что деньги собираются, как правило, на папир и на фарбу. Эти финансовые отчеты директор школы предоставила журналистам. Претензии считает необоснованными. И за каждую потраченную копейку готова отчитаться. Вот такой звезд Батьковского комитета, в какой школе вы еще видели. Он помесячно, все чеки, по всех классах. Более того, в школе уверяют, свой фонд деньги перестали собирать еще два года назад. Только при необходимости на срочные ремонты. Да и то вынуждено, так как из бюджета получают лишь треть необходимой суммы, которой хватает лишь на материалы и текущие ремонты. В городском управлении образование признают, действительно, дать больше денег школам не могут. Из госбюджета финансируются только зарплаты учителям. И то частично. Чиновники уже подсчитали, на следующий год им нужно изыскать 72 миллиона гривен из городской казны. Недофинансирование со стороны государства не повод собирать деньги с родителей, считает Виталий. Доказывать, что такая практика незаконна, пошел в суд. Судебное разбирательство началось только спустя год. Дело такое новое. Но всегда кто-то должен быть первым, понимаете? А потом будет прецедент. За нами кто пойдет, им будет легче. Наш опыт им поможет. Шансы на победу есть, уверен адвокат. А сам Виталий не теряет надежды, что ему удастся сломать систему. И с так называемыми фондами классов и школ будет покончено. Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Продолжение следует...